Привет, обнял, стремление к победе потерял. С вами Дефиану Челентану, танцующий на одной ноге Гассена Майнер, да, и сегодня у нас после обновления, а совсем недавнешнего, выходит видос про кого купить, да, то есть, ну, само собой, то есть, нам же нужно знать, кого купить. И не только после обновления, а вообще всегда. Лайкмин, подписка, и нас элементарно. Лейла переиграла в лейте. Жестка. Пристёгивайся и погнали. А что хотелось бы сказать по поводу обновлений, изменений, там, всех вот этих моментей, да, как бы вы можете посмотреть любые другие видосы, это уже вышло всё давно, всё посмотрели, бафнули и нерфали, что я понял с этого всего, что каких-то конкретно глобальных изменений, да, каких-то персонажей Син-Та и нет. То есть, для нас, для обычных ребят, соло, тачеров, да, ничего, практически ничего не поменялось. А единственное, что это уже все заметили, это открыто как явь, это то, что они очень конкретно взялись за класс поддержки, да, и можно сразу с этого класса начать, кого купить после обновления, на ком играть, тащить и всё. Первое, на кого сразу нужно обвратить внимание, это Ангела. Она вдруг такая, хоп, вся из себя и начала быть актуальной, и ничего с этим уже не поделать. Ну, это про просто Ангелу, да, а если какой-нибудь шарющий Ангела-менер, то ты уже действительно становишься проблемой, да, если у тебя в команде есть хотя бы чуть-чуть, а такой, ну, незначительный тащерочек такой маленький, да, то ты для него становишься жёстким бустом. Да и не только для него, в принципе, если ты, хоп, чекаешь карту, смотришь, что какому-то твоему братишке совсем настало худовасто, ты просто туда ультуешь и помогаешь затащить лойнец. Обновления по Матильде всё-таки выкатились, и теперь у неё там все вот эти изменения, которые были изменены, все вышли. Этот видос я уже делал, да, кто смотрел, тут знает. Изменили ультимейт первый, навык второй, вот это всё поменяли. Ну, не знаю, лично мне зашло, и мне кажется, как бы, ну, может заиграть, а в принципе, время покажет. Изменения Джонсона также вступили в силу, и вчера я уже это аптестил. Зашёл, посмотрел, и мне там сразу напекали Джонсонов, Мию, всех вот этих вот из Next, таково поменяли, всех, всех пикнули сразу, поиграли со всеми. Ну, что могу сказать, подбирать челов, когда ты ездишь на полной скорости по трассе, это, конечно же, опасно, да, но для игры, как бы, вообще имба имбовская. Как до этого не додумались раньше, я не знаю, но сейчас вот прям, мне вот прям зашло, мне понравилось. Не буду прям советовать, да, что всё, бегите покупать Джонсона, это имба жёсткая, нет, это, по сути, не так, всё так же, в принципе, и осталось. Но после вот этого изменённого моментика играть с Джонсоном стало в разы удобнее, вот так вот как-то так. Что по поводу изменения Лолиты, да, внешне изменили картинки, вот эти вот все, наконец-то мы это дождались, да, и 14 тысяч раз меняли эту обложку. И вот теперь, после вот этого изменения обложки, я советую покупать Лолиту абсолютно всем. Она стала жёсткой, просто невероятной, она играет теперь вообще в любом виде, только лишь из-за того, что поменяли картинку. Ладно, шучу, щит стал больше, да, вот эти вот все моменты, как бы тоже всё случилось, да, Лолита как, по сути, и была, осталась, так и есть. Что касается остальных изменений поддержки, типа Флорина, Эстаса, там, Рафаэли, да, вот эти вот все, это всё покажет время, это я ещё не тестил, ещё никто это не смотрел, ещё никто не знает, как это вообще, к чему это приведёт. Так что с покупкой тоже временим, да, и потом уже, когда всё станет явно, когда мета уже станет конкретной, обоснованной, уже жёсткой, понятной хотя бы, хотя бы мне, чтобы стало чё-то понятно, там я сразу два раза донесу, кого покупать из поддержки, а кого нет. А пока играем вот так. А дальше о кома хотелось бы поговорить, это о Хуфрианском. Вдруг откуда ни возьмись, в последнее время в катке появись, да, то есть, ну, в последнее время я его вообще вижу чуть ли не в каждой катке, и причём чуть ли не в каждой катке, там такие прыгуны на Хуфре, что я не знаю, куда мне прятаться, там никакие камни уже не помогают, никакие кусты, везде вылетает, везде залетает, такое ощущение, что как будто бы Хуфра, мейнеры, все вообще, знаете, ну, все против меня восстали. Вот такое ощущение. Ну, в принципе, Хуфра вообще просто жёсткий танченский, да, то есть, ну, мобильных персонажей режет на ноль, контроль раздаёт так, что бинокли попадали все из карманов, ну, а контроль по всей команде к стене тоже никто не отменял, как бы, и поэтому советую Хуфру к покупке, потому что заиграл пацан вот так. Так, ну, а дальше, если ты хочешь поиграть на жёстком каком-нибудь, дамажном, лютом леснике, это всё так же остаётся Лаенцелот, по моему мнению, да, это самый просто идеальный персонаж для леса, для соло и для всего. Мобильности хоть жопой жуй, хоть не жуй, хоть выплюнь, всё останется всё равно, там, сколько прыгай, низкакай, если будешь грамотно всё делать, тебя никто не поймает. Также присутствует антиконтроль и очень много дамажины, что тоже это нам надо. Поэтому актуалочка всё так же у него имеется. Ну, если ты хочешь жирочку побольше, но тоже хочешь в лес, то, ну, альфач, альфа-самец-пацан всё так же удерживает свой пьедестал. Как можно это удерживать, пьедестал, это, ну, это только я так ебануть могу. В принципе, как вот он начал, да, в топе находиться там со своим чистым уроном, да, он так и находится, да, я бы не сказал, что на топе, но на среднячке, то есть он, ну, его и не банят, да, что тоже было бы плохо, если бы его начали банить, то есть его нельзя было бы брать, он бы меньше игрался, но был бы, типа, перебафанный имбой. Это того, такого тоже нам не надо. А вот он такой чисто на серединчике, чисто и боец, и с дамагом, и с чистым уроном, и живуч, да, и как бы не сильно перебафанный, а значит его и не банят, а значит можно покупать, играть и расчувствовать все. Сюда же и относится Фредрин, его маленечко так, как бы, вроде бы его подослабляли, да, что-то там меняли, он стал менее актуальным, перестали его банить, но чисто для танкового леса, вот я вам так скажу, все так же и осталось. Контроль, дамаг в начале матча, в лейте его меньше, но зато контроля и живучести больше. А там уже лейтовые пацаны, для которых вы и пикали идти в принципе этого Фредрина, чтобы в лейте катку затащить, да, то есть это все так и остается, они наносят дамаг, ты впитываешь, контролишь, и все, пацанов троллишь. Бумагам это однозначно кадита, то есть она просто рождена, как будто бы меня бесить, и ненавидеть я ее буду, до тех пор, пока ее банить не начнут, а ее не начали банить пока что, она становится актуальным и в Миду, и в Роуме, и играется везде, и там, и там. Это для нас еще больше на руку, то есть это такой универсальный персонаж, и если ты его заменишь, то ты сразу можешь забрать две роли, и быть актуальным еще больше. Ну а так как контроль и дамажина с ультимета, все это по области, плюс это неплохой маг с эскейпом, а мага с эскейпом очень трудно встретить в наше время в мобле, что еще больше придает актуальность. Так что забираем, в банах не появляемся, с пацанами валяемся. Никогда не думал, что скажу про Ханаби, что она, ну, я не скажу, что она жесткая стала, да, потому что, ну, я язык себе отрежу, потом схожу, но, давайте скажем так, что она стала чуть-чуть как будто бы получше, чем была, да, то есть, ну, иногда, я беру когда лесника, и против меня Ханаби, да, я такой думаю, ах, да, что, легкая цель, не эскейпа, ничего, а потом я влетаю такой, она нажимает щит, а у нее плюс еще там щит, и этот щит стакается с тем щитом, и я не вижу ХП ее, у нее все в щите ебало, и мое ебало тоже, и, хе, и я ее не пробиваю, а потом в лейте со скоростью атаки бывало такое, что и катки переворачивало, да, и поэтому, если кому-то охота вдруг изменений таких, да, небольших, попробовать, то Ханаби сейчас, кстати, ну, неплохо, я думаю, можно так потестить, ну, конечно, со всеми остальными метровыми стрелками, типа Клинта, Броуди, там, Беатрис, да, все вот это вот подобное, она где-то, ну, примерно, раз в тысяч пять, ну, хуже, поэтому, лучше ее не покупать, Клинт, Броуди, Беатрис, да, вот, Лесли, ну, она в бане, да, но если нет в бане, можно пикать, так что лучше вот это вот все возьмите, и так играйте, да, не надо никаких там нововведений, пожалуйста, ну, в принципе-то и все, если у кого остались вопросы, а где там в магах все остальные, Люнок, Скагуров, Фаша, я их не назвал, потому что это, ну, это очевидно, да, я просто сейчас назвал тех, кто прям, ну, на высших строчах актуальности, либо кто не был актуален и стал им, как бы, вот такой вот видос получился, как бы, про всех остальных, тоже, как бы, задрачивать каждый видос смысла нет, переходи в мой телевом канал, ссылка в описании видоса, там есть чат, можешь познакомиться с новыми людьми, играть с ними в моблу, и вообще там полно, нужно и новой информации, по обновлениям, бафам, нерфам и всем вот этим вот моментам, ставь лайкос под видос, обязательно подписывайся, ну, а с вами был Дорфи Дорк, и всем репорти о Ньюс. Субтитры создавал DimaTorzok